Здравствуйте друзья! Почему запретили двигатель на атмосферном электричестве? Друзья, сегодня я снова хочу коснуться запретной темы атмосферного электричества. Не секрет, что наши предки пользовались такой энергией, но в наше время все материалы на эту тему скрываются и уничтожаются. А все теории об атмосферном электричестве высмеиваются и дискредитируются, чтобы люди не задумывались о его вероятности. Кто все это скрывает, думаю, понятно. Это те люди, которые получают прибыль от имеющихся сейчас источников энергии. И они будут всеми силами препятствовать тому, чтобы люди получили бесплатную энергию. В 1919 году юный Альфред Хаббард придумал аппарат, который журналисты назвали вечным двигателем, а сам изобретатель обозначил генератором атмосферные энергии. Принцип генератора основан на петле гисторезиса сердечника. Это гисторезисный генератор. Вернее, электромагнитный генератор Альфреда Хаббарда. История изобретения Альфреда Хаббарда берет начало в 1919 году. Именно тогда изобретатель, которому было всего 16 лет, показал журналистам издания Seattle Post некий механизм. Подключенная к нему лампочка горела, причем патрон был встроен в коробку и никаких проводов, подходящих к устройству видно не было. Молодой Хаббард первоначально не ставил цель создания генератора. Он пытался создать бесконтактную систему зажигания и, естественно, думал, что поле должно вращаться. Поэтому он и соединил трансы в кольцо. Но не добившись успеха, он оставил конструкцию на столе. Утром его при манипуляциях ударило током, хотя его транс не был подключен. Он заинтересовался этим и попробовал подключить к выводам лампочку. Лампочка загорелась. Вот так случайно Хаббард и сделал изобретение. Газетчики окрестили новоявленное чудо вечным двигателем, но сам Хаббард говорил об изобретении как о генераторе атмосферной энергии. Примечательно, что первоначально юный гений изобретал просто бесконтактное зажигание для бензиновых моторов. И как у него в итоге получился его генератор, неизвестно доподлинно. Генератор, созданный Хаббардом, вырабатывал ток, но не был подключен в розетку, состоял из центральной катушки с железным сердечником и восьми периферийных. Говорят и пишут, что в этом устройстве существовало вращающееся магнитное поле. Для привлечения инвесторов и заинтересованных лиц Альфред использовал такой рекламный трюк. В лодку с электромотором садились люди, потом, к выводам мотора сам Хаббард подключал свое устройство. Мотор начинал работать и все небольшое, около получаса путешествия на лодке по озерам около Сиэтла, заставлял лодку двигаться вперед. Известные такие характеристики. Электромотор был мощностью около 26 кВт, размер генератора Хаббарда 28 на 35 с половиной сантиметров. Для эксперимента лодку и мотор ставили приглашенные специалисты, а Хаббард только подключал свое устройство. Причем приводился такой случай, когда один раз мотор завращался в другую сторону, аккумулятор, использующийся для первоначального пуска генератора, уже отнесенный на берег, пришлось снова тащить ближе к лодке. Хаббард переставил провода и завел мотор снова. На это устройство не был оформлен патент. Сам изобретатель объяснял это особенностями патентной системы США. Через три года, если снова не внести оплату за патент, то он становился открытым. Чего Хаббарду не хотелось бы. А еще раз он признался в жадности, сказал, что боялся продешевить и ждал лучшего предложения. Учитывая, что с 1920 года за молодым изобретателем присматривал специальный комитет, ограждавший от нападок журналистов и предложения сомнительных компаний, оба объяснения выглядят странными. После попытки запатентовать изобретение, которое все-таки состоялось в конце 1920 года, газетчики как-то очень быстро и сразу потеряли интерес к изобретению и изобретателю. В 1929 году получил патент США номер 723-422 на радиоактивное устройство внутреннего сгорания для двигателя внутреннего сгорания. Этот двигатель даже был изготовлен небольшой партией одной из компаний. В том же 1929 году изобретатель оказался в тюрьме, а инвесторы переставали давать деньги заключенному. После тюрьмы гений больше не занимался наукой. Почему-то, как только речь заходит об атмосферном электричестве или об других альтернативных источниках энергии, ученые гибнут, попадают в тюрьму и прекращают изыскание. Предположительно, генератор состоит из восьми катушек, расположенных вокруг центральной девятой катушки большего диаметра, так, что они касаются друг друга. Катушки намотаны на сердечники, сделаны из магнита мягкого железа. На каждой из восьми катушек имеются по две обмотки. Предполагается, что переменное напряжение подается на девятую катушку. Выходное генерируемое напряжение снимается с восьми катушек. Входное напряжение может быть синусоидальным, импульсным или генерироваться схемой с разрядниками. Источник энергии неизвестен доподлинно, но подразумевается атмосферное электричество. Хаббард умер в возрасте 81 года в своем трейлере в Аризоне в 1982 году. Дальнейшая судьба его генераторов неизвестна. Обращаюсь к неравнодушным людям с пытливым умом. Возможно ли такая конструкция для получения атмосферного электричества из электромагнитного поля нашей планеты? Напишите в комментариях!